Внешне обновлённая Toyota Corolla изменилась не так сильно, особенно на взгляд жителей России, где актуальное поколение Corolla бестселлером не стало. Перечень доработок включает классический набор из новых пластиковых элементов, а также новых цветов и дисков. Дорогим версиям достанутся ещё и усовершенствованные светодиодные фары. Изменения в салоне более значимы. Во-первых, место 8-дюймового дисплея занял экран диагональю 10,5 дюймов, а приборная панель теперь может быть полностью цифровой. Изменились гибридные силовые установки. Они стали мощнее и одновременно легче. А во второй половине года к седану, хэтчбэку и универсалу добавится кроссовер Corolla Cross. Настоящим украшением модельной линейки стала заряженная GR Corolla, которую представили всего три месяца назад, но тоже слегка обновили, добавив новые диски и другой задний бампер. Кроме того, у хэтчбэка появилась ещё более злая, облегчённая на 30 кг. двухместная вариация. Трёхцилиндровый турбомотор выдаёт те же 300 сил, но крутящий момент вырос до 400 ньютон-метров. Плюс полный привод, шестиступенчатая механическая коробка передач и вот отличный инструмент для трек-дней. Много кроссоверов не бывает, решила Хонда и сделала модель ZRV, которая чуть меньше CR-V, но при этом больше HR-V. Донором платформы, да и не только, стал Civic, родство с которым особенно хорошо заметно в интерьере. Да и внедорожные возможности примерно как у того же Civic. Кроссовер будет переднеприводным, а полуторалитровый турбомотор выдаёт 182 силы. Из-за всех внедорожных систем есть только ассистент спуска с горы. Но тут место для важной оговорки. До сих пор мы говорили о китайской версии Хонды, представленной на относительно небольшой выставке в городе Шэньчжэнь. Вот только на этом местечковом автошоу случилась мировая премьера, ибо Хонда ZRV оказалась глобальной моделью, которая будет продаваться в Европе, Японии, Австралии и Америке. Причём в Штатах её почему-то назвали HR-V. Американская версия получит двухлитровый атмосферный мотор мощностью 152 лошадиные силы и, что куда более важно, систему полного привода. Для европейских версий предусмотрены гибридные силовые установки, характеристики которых пока не сообщают. Казалось бы, мир получил немногое, просто ещё один небольшой кроссовер. Но не будем забывать о скором появлении нового 300-сильного хэтчбека Civic Type R. А значит, есть очень небольшой, но всё-таки шанс, что Хонда решит порадовать мир ещё и небольшим заряженным кроссовером.